Мы будем читать Слово Господне. Ближе, Господь, к Тебе! Ближе к Тебе! Говорит автор. Даже если бы крестом пришлось подняться мне, все равно ближе к Тебе. Аллилуйя! Кто находится вблизи Христа, тот находится вблизи священного огня. Это подтверждает Слово Господне. Идут два человека в Эмаус по воскресенье. Славное воскресенье Спасителя. Идут подавленные тоской и скорбью. И вдруг приближаются. Глаза удержаны. Ну, человек приблизился. А что ж такое? А лица печальные? А о чем вы рассуждали? А ты разве один из пришедших не знаешь, что совершилось, что сотворилось? И, братья и сестры, когда зашли в помещение, в дом, раздражили трапезу на вечер, он раз и не стал его. Важную мысль подтверждаю. И они воскликнули. Дважды буду повторять. И они воскликнули. Не горело ли сердце наше, когда Он говорит с нами? Ставлю вопрос. Горит наше сердце, когда Господь говорит? Аминь. Несколько душ сказал аминь. А если бы хором подтвердили, о, это весомо сильно было бы весомо. Хай Господь благословить. Братья и сестры, находиться со Христом и возле Христа это великий приоритет. Это не всем это удается. Это тем, которые ищут Господа. Давид говорит в 26-м Псалме, кажется, так. Там будет точная поправка. А мне благо приближаться к Господу. На Господа я возложил упование мое. Благо, приятно, хорошо и радостно приближаться к Богу. Там можно вкусить сладости Божьих благословений. Там, говорить в 33-м Псалме, как говорится, вкусите. Вкусите, дети Божьи, верующие люди, христиане, вкусите. Отведайте и узнаете, как благ Господь. Дорогие мои, это такое краткое вступление, чтобы ближе подойти нам к главному источнику. И чтобы, конечно, если бы наше сердце так наполнилось, как читал вот, как лань желает потоком воды живой, так что? Нет ответа. Так жаждет душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому и сильному. Караван направился в далекое путешествие через нольную пустыню Сахара. Все, кажется, взяли. Продукты, все. И чем побольше, конечно, воды, которая дает жизнь всему. Но когда вглубились, жара до 60 градусов, и вода испарилась, воды не стало, все расходовали. И уже как бы призраки, призраки говорят, что все конец. И один мудрый человек в этом караване выходит и говорит, отпустите двух молодых ланей, отпустите ланей, немедленно и быстро освободите их. И когда освободили этих ланей, они прекрасно, прекрасно взяли ориентир, подняли головки свои и ищут, как локаторы. Ищут, ищут. И потом нашли ориентир где-то метров 300-350 от них. Там был источник. Там была живая ключевая вода в пустыне. И таким путем караван был спасен. Ланей, дорогие, вы на высоком счету, Господа, цените и жаждайте. Братя и мои сестры, короткое слово. Время бежит. Я читаю из Нагорной проповеди то, что читал и брат. Из Нагорной проповеди восьмой стих. В Нагорной проповеди восьмой стих. Блаженны, чистые сердцем. Ибо что? Ибо они Бога узрят. Еще раз повторяю. Блаженны, чистые сердцем. Ибо они Бога узрят так, сказал Христос в Нагорной проповеди. Это слова Спасителя. Блаженны, чистые сердцем. Давид восклицает в 50-м псалме. Сердце чистое сотвори во мне Боже и Дух Правый обнови внутри меня. Сердце чистое, чтобы в это сердце мог зайти, поселиться драгоценный, поселяющийся, так, как поют Христи прекрасно, мы не он Духом Святым поселяется в наших, в ваших счастливых сердцах. Вопрос стоит, что же так мало он в нас отражается, как отражался в водах. Аллилуйя! Третья, притча Соломонова, четвертая, притча Соломонова, более всего хранимого, храни что? Ну, хоть здесь ответьте. О, славно, более всего хранимого, храни сердце твое, и вот него что? О, слава! Хотел бы зааплодировать, но меня выгнали сейчас бы. Более всего. И здесь подтверждает, как бы дополняет и третьей главой, пятым стихом. надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Один человек сказал, не помню кто, что разум Богопротивен. Разум Богопротивен, наш разум, человеческий разум. Логики требует подтверждение материального требует и не иначе не увижу, не поверю. Вот такое. Более всего ранее сердце твое. Люди, чистые сердцем, это славные люди. Это люди сильные духом. У Даниила был какой дух? высокий дух. Даниил был высокого духа. Этих троих предоставили к царю Новуходоносору, накалили печь. Я думаю, там сердце свободно было. И когда поется псалом, хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету нем зла. А Давид, кажется, восклицает, готово, готово, сердце мое, буду что делать, хористы? Буду петь и славить тебя. Почему? Да потому, что сердце готовое, сердце грудь распирает, просит гимн, наружу пользуются это сердце. Это славные люди, это великие люди. И Стехван возрел на небо и воскликнул, вижу, вижу отверстое небо и стоящего, до уваги, не сидящего, стоящего, поднялся Божий Сын, поднялись Серафим и Ферувим как бы по стойке с мира. Первый мученик Стехван идет в небеса. И видевшие злые, страшные, которые обрушились над Стехвана, видели лице Стехвана как лицо какое? Как лицо ангела, как лицо ангела, чистое сердце Стехвана как лицо ангела. День проходящего Петра имела силу и воздействовала на больных. Наверное, у Петра тоже было чистое сердце. Читаем, заканчиваю с поспешностью, бегу на пятую скорость и четвертое деяние апостолов. Сказано, и у множества, до уваги, у множества было одно сердце и одна душа. и когда они молились, и когда они совершали молитву, во время молитвы вот что с помещением шатается, пришло в движение, Божий Дух наполнил эту святую аудиторию. братья мои сестры, да Бог же есть Дух, мы понимаем это, Дух животворящий и сильный. Апостол Павел говорит Тимофею, ибо дал нам Бог Духа, конечно, в сердца, Бог Духа дал нам Духа небоязни, но Духа силы, Духа силы, любви и целомудрия. Ах, какой славный! Он хочет жить в нас, он хочет руководить советом, а мне благо приближаться. Господи, стезя праведного, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Еще один библейный персонаж в мое время исчерпывается, библейный персонаж 41, первое Моисеева. И воскликнул фараон, ну, где мы найдем такого человека, как он, указывает на Иосифа, как Иосиф, славный, прекрасный, владимый Богом, как он, где мы найдем. И сказано, 22, пришли, до уваги, тоже важный текст, 24, пришли, у кого чистое сердце, и приятность на устах. Понравился Иосиф фараону, очень понравился, снимает персты, одевает, нету, как ты славнее, ты будешь управлять страной, я буду первой, а ты другий. Вот как Господь поднимает из праха, вот как Господь возводит на какие ранги, надо любить его всем сердцем, шестая второзакония, и так слушай, Израиль, Господь Бог твой, единый Бог, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою. Кто любит Господа, Господь долгу не остается, Господь возмешает и Господь благословляет таковых.